курс нелинейные процессы физики сплошных сред он три года назад был выделен из просто курса физики сплошных сред куда вошли в чуть больше или развернутом виде все нелинейные процессы какие возможно собственно ими мы будем заниматься значит литература по курсу это книжка лотова физика сплошных сред вы должны знать с третьего курса векштейн физика сплошных сред в задачах тоже вы уже видели точно значит и менее популярные почему все равно некоторые люди готовятся по этому курсу казаславский сагдеев введение в нелинейную физику и ландау томат 6 по 8 естественно не полностью только те главы которые будут относиться к нелинейным процессам шестое это гидродинамика седьмой упругость восьмой электродинамика сплошных сред значит также как курс физика сплошных сред нелинейные процессы физики сплошных сред можно будет условно разделить на электродинамику гидродинамику и упругость в конце вот и сегодня мы займемся электродинамикой в начале мы будем вспоминать линейную физику сплошных сред и как раз может быть что-нибудь новое узнаете и постепенно к концу лекции перейдем к нелинейным процессом там чуть-чуть вычисления будут но ничего сделаем значит начнем мы с электродинамики значит вот тут написано уравнение максвелла в том виде в котором они использовались для изучения в линейной физике сплошных сред написать их в таком виде это уже некоторая нетривиальная задача если не помните как это делать то обязательно перечитайте первый параграф книжки лотова вот там эта вещь сделана и про это все всегда забывают в том числе на экзамене по физике сплошных сред мало кто помнит почему этими уровнями можно пользоваться почему здесь нет h почему d через е и ж выражается таким образом значит уравнений всего шесть первые два с дивергенциями ими мы пользоваться не будем потому что они являются начальными условиями для роторных уравнений и легко доказать что если они выполняются в начале то они выполняются все время значит основные два уравнения максвелла это роторные ротор е равно минус единица на c db по dt и ротор b равно единица на c dd по dt уравнение максвелла должны прилагаться еще материальные уравнения значит они записаны в таком виде в каком их использовались физики сплошных сред dd по dt равно d е по dt плюс 4 пи жи среды а жи среды это последнее материальное уравнение является некоторым функционалом от того какое было электрическое поле в среде но тут нужно дописать еще и магнитное но так как магнитное легко выражается через электрическое будем писать сразу только электрическое значит сейчас мы сначала вспомним как выводится уравнение максвелла в тензорной форме как они записываются значит они будут общими для линейной и для нелинейной теории сначала вспомним как выводится все для линейной и потом запишем что же происходит когда появляются нелинейные эффекты какой основной метод физики сплошных сред использовался для того чтобы перейти от координатного представления к представлению волнового вектора и частоты какое преобразование использовалось преобразование фурье почему уравнение максвелла хорошо поддаются решением методом преобразования фурье не все же уравнения можно жить методом преобразования фурье почему вот эти можно в какие в алгебраические почему потому что они потому что пространство для этих уравнений однородная если бы перед этими дифференциальными операторами стояли бы координаты то при преобразовании фурье они бы перешли снова в дифференциальные операторы поэтому преобразование фурье хорошо работает для однородных пространств для однородных сред поэтому им пользуемся собственно поэтому мы будем изучать только однородные среды практически только их значит но кроме линейности требуется еще одно свойство чтобы преобразование фурье хорошо работало это собственно линейность потому что от нелинейных операторов преобразования фурье брать собственно никакой радости нету значит так как мы не будем сегодня делать преобразование по координатам и по времени по очереди, а будем делать их только одновременно, поэтому сразу преобразование Фурье запишем в общем виде. Для этого будем пользоваться вектором Кси, который состоит из координат и времени, и вектором Капа, который состоит из волнового вектора и минус частоты. В таком случае преобразование Фурье записывается достаточно коротко. Мы будем пользоваться полным симметричным преобразованием Фурье. Значит, в координатном представлении функция равна 1 делить на 2π в квадрате 4 интеграла. Я не буду на Е в степени И Капа на Кси. Под Д что? Под Д Капа. Так, правильно знак поставил? Значит, Кси на Капа. Скалярное произведение это Р на Кр минус омега Т. Значит, здесь сверху должно стоять минус и омега Т. Да, знак правильный. Значит, обратное преобразование Фурье это также единица на 2π квадрат интеграл от оригинала на Е в степени минус И Кси Капа. Под Д Кси. Значит, если мы берем образ Фурье от производной по координате, во что он переходит? Во что переходит эта производная? Ну, собственно, основное свойство, почему дифференциальные операторы заменяются на алгебраические выражения. Производная по Р во что переходит? В К? Почти. Значит, К и К. Вот. Значит, во что переходит производная по времени? Минус и омега. Так. Значит, ну и теперь давайте переписывать наше уравнение Максвелла, взяв от них преобразование Фурье. Так, давайте это где-нибудь справа делать. Значит, дивергентные уравнения трогать не будем, сразу начнем с роторных. Ротор. Образ от ротора Е чему равен? Векторному произведению. И К на Е. Так. Минус единица на С, ДБ под ДТ. Это что будет? И омега, да, минусы сократились. И омега делить на С, на Б. Значит, второе роторное уравнение это ИК, векторно на Б, минус и равно минус и омега делить на С, Д. Так, значит, теперь нам оставшееся материальное уравнение. ДД под ДТ. Это минус и омега. Д равно минус и омега Е плюс 4П Ж. Здесь уже все это, естественно, имеется в виду образы. То есть, если электрическое поле векторно умножается на волновой вектор, то это имеется в виду, естественно, уже, что векторное поле в пространстве волновых векторов и частот. То есть, в одном выражении не могут одновременно встречаться координаты и волновые вектора. Поэтому сразу отличайте, где стоит образ, где оригинал функции. Значит, кто помнит, что происходит с вот этим уравнением, если взять от него образ преобразования Фурье? Ну ладно, сейчас это не особо важно, но когда мы будем то же самое проделывать для нелинейной диэлектрической проницаемости сегодняшней лекции, мы в общем случае выведем, как это уравнение преобразуется. Значит, это записывается так. Здесь нету волновых векторов, поэтому я отдельно напишу, что это образы. Значит, оказывается, что если взять в самом общем виде линейную зависимость тока от электрического поля, то тогда, взяв преобразование Фурье от этого, мы получим, что образ тока – это свертка некоторого тензора, который называется тензором проводимости с образом электрического поля. Значит, отсюда, кстати, сразу выводится связь тензора диэлектрической проницаемости и связь тензора проводимости. Значит, вот отсюда выражаем D. Значит, если образ D записать в виде свертки тензора, образа диэлектрической проницаемости на электрическое поле, то тогда как будет выглядеть это выражение? Значит, это делим на минус и омега, это D альфа равно Е альфа минус 4ПИ делить на омега, G альфа. Значит, если G подставить вот в этом виде, то это будет Е альфа минус 4ПИ делить на омега, сигма альфа бета, Е бета. Значит, теперь, чтобы совпало с вот этим выражением, нам нужно, чтобы у всех Е был индекс бета, и чтобы его можно было вынести. Значит, это записывается в таком виде. Символ кроникера альфа бета минус 4ПИ делить на омега, сигма альфа бета на Е бета. Почему это то же самое, что и предыдущее? Свертка с символом кроникера что делает? Чего-чего? Ну, громче чуть-чуть. Замечательно. Ну, на экзамене посмотрим. Вот вам, вам, наверное, понятно будет, да? Ну, мы плюс, да, плюс, каюсь, виноват. Это значит, что тензор диэлектрической проницаемости равен дельта альфа бета плюс 4ПИ делить на омега тензор проводимости. Замечательно. Что дальше в курсе физики с фашингстрией делали с этими уравнениями? Для того, чтобы стало попроще их решать. Вот у нас есть первое уравнение, второе, ну и, собственно, третье и четвертое, вот они подряд. Ну, что делали? Значит, дальше делали две вещи. Исключали магнитное поле и исключали D. Для начала исключим магнитное поле. Как это делается? Нет, чуть проще даже. Смотрите, первое уравнение Максвелла, в нем B уже входит в явном виде, и его можно легко выразить оттуда. Собственно, первое уравнение исключает B, поэтому уравнение становится меньше, на три штуки, если считать скалярные. И величин, которые мы ищем, становится тоже меньше на три штуки. Значит, подставляем B из первого уравнения во второе. Значит, это чего будет? ИК векторно на B. Значит, B это то же самое ИК векторно на E. С каким коэффициентом? Какой коэффициент я забыл? Значит, C делить на I омега. Равно минус I омега делить на CD. Да, замечательно. Значит, сейчас чуть-чуть приведем, чтобы избавиться от I и все константы занести в одну сторону. Так, одно I сокращается, второе I сокращается вот так. Значит, это минус омега квадрат на C квадрат D. Правильно? Нигде я знак не маханул. Да, замечательно. Значит, дальше нам удобно работать с этим в тензорном виде. Значит, ну, через какой тензор записывается векторное произведение? Левичьюито, правильно. Значит, абсолютно антисимметричный тензор, который на самом деле даже тензором не является. Тут сразу напишу ответ, потому что в Лотве все это написано, как это выводится. Значит, это минус K квадрат. Сразу будем писать в тензорном виде. E альфа плюс K альфа, K бета, E бета. Значит, это просто раскрытие двойного векторного произведения. Это самый простой способ, который я для себя выбрал, чтобы это запомнить. Значит, смотрите. Векторное произведение – это поворот на 90 градусов вокруг некоторой оси. Значит, здесь два раза поворачиваем вокруг некоторой оси, но и векторное произведение оставляет только то, что перпендикулярно этой оси, то есть вектору K. То есть два раза повернули. Это он стал в другую сторону, он с минусом, ну, K для размерности. И минус – часть вдоль. Вот так как здесь минус, минус меняется на плюс, вот эта часть вдоль. То есть векторное произведение, то, насколько этот вектор E повернут вдоль K, вычитается компонентом вдоль K. Значит, правая сторона. Минус омега квадрат, C квадрат, D альфа. D альфа сразу запишем вот отсюда. Значит, это Эпсилон альфа бета Е бета. Значит, ну и как делали в линейной ФССР, все это сводим в одну сторону и называем одним оператором. И вносим Е. Это будет минус, давайте с плюс начнем, K альфа К бета минус K квадрат дельта альфа бета. Так, плюс или минус? Плюс, плюс омега квадрат, C квадрат, Эпсилон альфа бета, Е бета выносится. Значит, вот эту штуку, вся, которая в скобках, называют L альфа бета для краткости. Она нам сегодня понадобится в таком виде записанной. Значит, и все уравнение Максвелла записывается в виде L альфа бета Е бета равно нулю. Значит, чтобы это уравнение имело решение с нулевой правой частью, по альтернативе Фрид Гольма определитель матрицы должен быть равен нулю. Как называется уравнение, которое получается вот из этого в каждом конкретном случае? Да, дисперсионное уравнение. Потому что в него не входит амплитуда волны, не входит ее поляризация, куда направлено электрическое поле, а входит только характеристики волны, частота и волновой вектор. Таким образом, из этого уравнения следует зависимость частоты от волнового вектора. Чаще всего в неявном виде, в хоть сколько-нибудь сложных системах, но мы будем рассматривать обычные простые, и поэтому можно записывать омега как функцию от К. Значит, вот это уравнение оно справедливо всегда. Мы не делали никаких упрощающих предположений. Мы просто взяли уравнение Максвелла, взяли материальное уравнение в каком-то виде, и если вот эта вот вещь справедлива, D α это равно ε α β на E β, то, собственно, эта вещь работает. Вот если здесь оставить просто D, вот в таком виде, то это работает абсолютно всегда. Линейная и нелинейная зависимость D от E, все работает. Если мы записали уже просто в линейном случае, как она выражается, вот так вот, то это только линейная составляющая. И поэтому, собственно, вот получается все так хорошо, и уравнение решается, и все здорово. Значит, что происходит, когда нам нужно использовать нелинейную теорию? Давайте попробуем расписать чуть подробнее. Значит, начнем вот с этого уравнения, третьего снизу, только когда мы еще не записали D через ε α β минус k квадрат E β плюс k α k β E β равно минус ω квадрат делить на c квадрат D α. D α абсолютно точно мы можем выразить вон из того выражения D α равно E α плюс 4πi делить на ω g α. E 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 α. Плюс кубическую и так далее. Нам чуть-чуть удобнее будет делать то же самое, но не через D, а через ток. Поэтому давайте напишем параллельно ток и будем приводить к его нелинейности. И так далее. Значит, если мы закрываем все нелинейные слагаемые, мы получаем линейную теорию. Если оставим все слагаемые, то этого никогда не решим. Поэтому давайте сначала рассмотрим слабонелинейный случай, когда все дальнейшие слагаемые действительно малы по сравнению с предыдущими и будем оставлять для начала только квадратичное слагаемое. Значит, продолжаем вот эту запись. Значит, подставляем D оттуда. это будет минус омега квадрат на С квадрат Е альфа минус омега квадрат С квадрат 4ПИ делить на омега значит, и тут Ж первое альфа плюс Ж второе альфа плюс и пошли дальше. Значит, линейную часть мы можем записать, объединив вот это слагаемое, которое, очевидно, имеет первый порядок по электрическому полю и вот эту часть обозначив это просто линейной диэлектрической проницаемостью. Первое порядка по электрическому полю. Значит, как тогда все это будет записываться? Так, давайте с новой строки. Минус К квадрат Е альфа плюс К альфа К бета Е бета Если мы объединим вот это в диэлектрическую проницаемость первого порядка по электрическому полю, то давайте сразу ее перенесем налево. это будет минус нет, плюс омега квадрат делить на С квадрат диэлектрическая проницаемость первого порядка на Е бета а в правой части останется омега квадрат С квадрат давайте омега сразу в первой степени сократим значит, 4Пи и нелинейная часть да, минус теперь вот эта вот штука здесь у нас собрался первый порядок оператора L альфа бета значит, это будет L альфа бета первого порядка то есть это то, что называлось L альфа бета все предыдущее время значит, на Е бета равно и справа стоит какая-то нелинейная часть минус как раз ушел потому что нет, минус остался, наверное да, минус остался минус 4Пи делить на омега С квадрат и нелинейная часть значит, если мы хотим увидеть слабо нелинейные эффекты нам нужно работать с вот таким уравнением где слева стоит какой-то линейный оператор если это в координатном представлении, то это дифференциальный какой-то оператор дифференциальный интегральный, допустим а справа стоит какая-то нелинейная или квадратичная часть значит, попытаемся с этим что-то сделать теперь нам мешает в этом уравнении больше всего то, что вот эта нелинейная правая часть образ квадратичного тока мы еще не знаем, как выразить ее через электрическое поле то есть у нас здесь стоят две вещи в уравнении то есть скалярных уравнений здесь три три компоненты альфа есть и шесть неизвестных три компоненты Е и три компоненты Ж значит, нам нужно научиться связывать образ Ж с образом электрического поля и тогда можно уже это уравнение решать вот, собственно, сложная вычислительная часть будет связана как раз с этим с тем, как связать образ Ж и образ Е абсолютно ту же самую процедуру вы проделывали, когда на курсе линейной физики из ваших средств получали вот это выражение но там у вас зависимость была линейная а тут будет какая-то степенная начнем с квадратичной поэтому вспоминайте, как тогда делалось и что мы будем делать сейчас, покажется проще есть ток давайте сразу в тензорном виде второго порядка по электрическому полю как в самом общем виде написать зависимость квадратичную тока от электрического поля значит, нужно, чтобы ток квадратичный зависел от того, какие были поля в любой момент времени и при любой координате это самая общая зависимость ничего более общего нельзя написать поэтому этот ток можно написать вот в таком виде некоторая функция сигма, альфа, бета, гамма от координат в которой ток появился от координаты какой-то штрихованной где было первое электрическое поле от координаты второй и электрическое поле в момент времени штрих и в другое электрическое поле в момент времени и в координате два штриха по декси штрих декси 2 штриха вот это самый общий вид от него и мы будем плясать и получать все дальнейшее к сожалению этого у нас не получится без одного упрощающего предположения значит если это абсолютно любая среда то найти образ вот этого выражения не получит не получится именно потому что преобразование фурье очень чувствительно к неоднородности среды и однородности пространства поэтому в самом общем виде вот эта вот вещь записана для любой неоднородной среды давайте скажем пусть у нас среда однородная и что тогда изменится в этом выражении это некоторые точки координаты и времени по которым ведется интегрирование это переменные интегрирования вот и все они не выходят из этого выражения если интегрирование по ним произошло значит только от него уже не зависит вот и все значит что делает эту среду неоднородной по пространству и времени среду с вот таким током вообще какое определение однородности 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 пространства и однородности времени правильно значит одинаковость законов при поступательном смещении по координате и по времени то есть ко всем координатам что-то добавляем ничего не меняется Ко всем временам что-то добавляем, ничего не меняется Как обеспечить здесь, чтобы ничего не менялось В физическом законе, когда вы добавляете что-то к координатам и времени Значит, вся зависимость здесь, среды от координаты времени Сидит вот здесь Вот здесь вот ничего не сидит, потому что Это электрическое поле, которое не является характеристикой среды А вот просто оно какое-то было Разумеется, наличие электрического поля в какой-то момент времени в какой-то координате Тут же делает распределение электрического поля неоднородным Поэтому его мы не трогаем Значит, для однородной среды Вот этот вот тензор сигма-альфа-бета-гамма Должен зависеть только от координаты кси-кси-штрих Икси-кси-два штриха Только в таких сочетаниях Если мы теперь добавляем ко всем координатам и времени Некоторую постоянную величину Тогда эти переменные Кси-кси-штрих и кси-два штриха Не меняются Вот и все Значит, теперь будем работать с такой штукой Сейчас Сейчас надо будет много места Значит Значит Что нам нужно теперь Мы добиваемся того, чтобы образ тока был выражен через образ электрического поля Это выражение связывает не образ, а оригинал тока С оригиналами электрического поля Как теперь поступим? Что нам делать? Избавиться от оригинала тока очень просто Мы возьмем преобразование Фурье И все И сразу получим образ тока Но вопрос Что делать с оригиналами вот здесь С оригиналами электрического поля Как выразить через Фурье образ? Ну смотрите, смотрите Как, что нужно подставить вместо оригинала Чтобы эта вещь зависела только от образа Обратное Да, собственно преобразование Фурье Мы так и подставим Что мол, вот тут вот Е равно интегралу от Единицы на 2π в квадрате Интеграл от образа С нужной экспонентой по нужной координате Значит Давайте писать Сейчас промежуточный Промежуточный вот это вот ставить не будем Образ квадратичной части тока Зависящий от уже капа Будет равен Единица на 2π в квадрате Значит, интеграл Эти два интеграла остаются Значит, переписываем то, что уже было Сигма, альфа, бета, гамма От кси минус кси штрих Кси минус кси 2 штриха Давайте пока что ток оставим от координат Е бета от кси штриха Е гамма от кси 2 штриха И чтобы взять образ от этого выражения Нам нужно домножить на Е в степени И капа на кси По д кси По-моему, я минус забыл Надо тут минус или нет Когда мы берем прямое преобразование Фурье По-моему, надо Значит, в прямом В обратном преобразовании Фурье Стоит минус и омега В прямом плюс и омега Значит, отсюда выходит минус Да, значит, минус нужен Так, следующим действием Подставляем Образы электрических полей Значит, сколько будет 2π В шестой степени У нас уже было 2 И каждый раз еще выйдет 2 Значит, 6 1 делить на 2π В шестой степени Интеграл Сколько интегралов? Много, да Сколько? Было 3 Еще сколько добавится? Еще 2 Значит, каждый из них четверной Поэтому вообще-то интегралов 20 Сигма, альфа, бета, гамма От кси минус кси штрих От кси минус кси 2 штриха Давайте е в конце все писать Значит, это будет образ электрического поля Бета от кси штриха Образ электрического поля От кси 2 штриха На е в степени То, что было минус и кси На кси И новые эти Так как здесь в другую сторону Преобразование фурия берется Значит, с плюсом Плюс и кси штрих На капа штрих Плюс и кси 2 штриха На капа 2 штриха Так О, каюсь Здесь я забыл Вот отсюда дифференциалы перенести Д кси штрих Д кси 2 штриха Значит, теперь пишем все дифференциалы Значит, это д кси Д кси штрих Д кси 2 штриха Д капа штрих Д капа 2 штриха Вот такое выражение И совершенно неожиданно Мы сейчас узнаем Что оно действительно упрощается Так, как же оно упрощается-то? Значит, во-первых Мы должны Заменить переменные для простоты Будем использовать такие переменные Д кси штрих Равно кси минус кси штрих И дельта кси 2 штриха Равно кси минус кси 2 штриха Значит, новыми переменными Обозначаем то, от чего зависит здесь Наш тензор Сигма альфа бета гамма Так, ну давайте переходим К новым координатам постепенно Сейчас я посмотрю Может еще какое-нибудь преобразование Сразу сделаем, чтобы попроще было Так, так Нет, проще уже не будет Значит, пятерной интеграл Сигма альфа бета гамма От дельта кси штрих Дельта кси 2 штриха Е бета Образ от капа штрих Е гамма Образ от капа 2 штриха Теперь самое важное место Это экспонента Е в степени И Кси Давайте сразу выпишем То, что будет с кси стоять Значит Из первого выходит Минус и Кси капа Значит Минус капа Из второго Если мы подставляем Кси штрих вот отсюда Будет Капа Минус дельта Ой Кси минус Дельта кси штрих Это значит Плюс Капа штрих Из второго Симметрично Плюс Капа 2 штриха Значит Что я сюда не вписал Сюда я не вписал То, что стало С дельта кси Дельта капа Дельта кси штриха И дельта кси 2 штриха Это будет Е в степени Если сюда подставлять Вот эту штуку Так Будет лишний минус Значит Минус и Дельта кси штрих Капа штрих Минус и Дельта кси 2 штриха Капа 2 штриха И все дифференциалы Дэ кси Дэ кси штрих Дэ кси 2 штриха Дэ капа штрих И Дэ капа 2 штриха Так В чем же Радость От такой записи Радость в том Что один из этих интегралов Теперь берется Угадайте какой Так Сколько у нас Время осталось О, перемена Через 3 минуты Значит Уходим на перемену А после перемены Вы мне говорите Какой из этих интегралов Берется Меня на перемене Исправили Я забыл Дифференциалы поменять Здесь Раз что мы перешли К новым координатам То это уже Дифференциалы Не кси штрих И кси 2 штриха А Дельта кси штриха И Дельта кси 2 штриха Если мы берем Будем брать Первый интеграл По Капа То тогда еще И с пределами Никаких вопросов нет Все они Интегралы сегодня Как из бесконечности Есть до плюс бесконечности Так и остаются И минус Который вылезет Никаких проблем Не представляет Потому что Два раза появится И сократится в итоге Ну придумали Какой интеграл берется Не-не-не По Дельта кси Не берется Потому что она Под неизвестной функцией А интеграл От неизвестной функции Если бы кто-то взял Было бы прекрасно Но не получается Значит По кси берется Интеграл Потому что кси Входит только Вот сюда Давайте отдельно Этот интеграл Выпишем Интеграл От е в степени И кси Минус капа Плюс капа штрих Плюс капа два штриха По д кси Чему равен этот интеграл? Значит В более простом виде Интеграл От минус бесконечности До плюс бесконечности От е в степени И, x, y По d, y Равно 2π Дельта функция От x Значит Если забыли Откуда это берется То просто проделывайте Преобразование фурье От дельта функции Туда и обратно И в степени Получается Вот ровно Это выражение Или Или то же самое Для единицы В результате Получится Одинаковое выражение Так Значит Этот интеграл Равен 2π В какой степени? В четвертой Потому что Это интеграл По трем координатам И одному времени И дельта функция От Капа Минус капа Штрих Минус Капа 2 штриха Значит Здесь Минус Я из аргумента Вынес Потому что Дельта функция Является Насколько я помню Четной Значит Ну тогда Давайте Дальше Писать Да А время Вошло В кси Поэтому Однородность По координатам И времени Мы ушли Одновременно Потому что Время От координат Здесь мало Чем отличалось Для нас Так Давайте Тогда Не будем Сразу Дальше Писать Еще Одну Вещь Обозначим Больше Интеграл Здесь Не берутся Но Когда Некоторая Вещь Собирается В интеграл И дальше Входит Только В таком Виде То Ее Удобно Обозначить И Здесь Это Будет Вот Такая Вещь Это Будет Единица На 2 Пи В квадрате Двойной Интеграл От Сигма Альфа Бета Гамма От Дельта Кси Штрих Дельта Кси Два Штриха На Е В степени Минус И Дельта Кси Штрих Капа Штрих Минус И Дельта Кси Два Штриха Капа Два Штриха По Д Дельта Кси Штрих Д Дельта Кси Два Штриха Вот Всю Эту Вещь Мы Обозначим Новой Буквой Зачем Старой Буквой Это Будет Сигма Альфа Бета Гамма От Капа Штрих Капа Два Штриха Вот это Выражение Мы еще Подробнее Поговорим Об этом Выражении Даже Чуть Более Общем Но Пока Что Давайте Просто Представим Себе Что Эта Штука Обозначена Такой Буквой Значит В результате Переписываем 2П Полностью Уйдет Потому Что 4 Степени Возьмется Из Коэффициента Перед Дельта Функции А 2П В квадрате Уйдет Вот в Это Обозначение Значит Это Будет Всего Лишь Двойной Интеграл По Почему Еще Узнаем Сигма Альфа Бета Гамма От Капа Штрих Капа 2 Штриха Собственно Что У нас Осталось Что Ушло Это Ушло В Определение Это Осталось Это Осталось Это Ушло Во Взятый Интеграл Это Это Тоже Ушло В Определение По Кси Взялось По Дельта Кси Штрих Взялось Взялось Значит Осталось Только Это Дифференциал Значит Записываем То Что Ушло В Определение Дельта Функция Из Интеграла Дельта От Капа Минус Капа Штрих Минус Капа 2 Штриха И Оставшиеся Дифференциалы Д Капа Штрих Д Капа 2 Штриха И Поля Виноват Значит Поля Е Бета Образ Поля От Капа Штрих Е Гамма Образ Поля От Капа 2 Штриха По Д Капа Штрих Д Капа 2 Штриха Чем Хорошо Это Выражение Ответ Не математический А просто Физический Давайте Хорошо Тогда Другой Вопрос Что Мы Искали Связь Между Образом Тока Квадратичным И Образами Полей Электрических Это Выражение Хорошо Тем Что Является Ответом Вот У нас Самое Начало Образ Квадратичной Части Тока Это Ответ Который Входят Только Образы Электрического Поля Давайте Я Напишу Как Эта Штука Выглядела Если Мы Искали Не Вторую А Сразу Н Часть Тока Она Нам Не Понадобится Поэтому Буду Писать Ее Без Вывода Значит Альфтая От Кси Равно Интеграл Сколько Надо Столько Будет Интеграл Сигма Альфа Бета 1 Бета 2 Бета n От Капа Штрих Капа 2 Штриха Капа n Штрихов На Дельта Функцию От Капа Минус Капа Штрих Минус Капа 2 Штриха Минус 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 Капа n Штрихов Умножить На образы Электрических Полей Е Бета 1 От Капа Штрих Е Бета 2 От Капа 2 Штриха Е Бета n От Капы n Штрихов Д Капа 1 Д Капа 2 Д Капа n Штрихов Ну тут сверху надо Да, штрихи Они Единицы Да, образ Равно Сигма Альфа Бета Е Бета То есть во всех Дальнейших Есть интегралы А в первой Не было Ну что-то я слышу про дельта функцию Ну что про дельта функцию Замечательно Значит, если мы возьмем просто n равна единице То здесь будет Капа Минус Капа Штрих Этот интеграл Просто берется Поэтому В линейном Случае У нас Это выражение Казалось Даже Неинтегральным Это хорошо Так Ну теперь Давайте Возвращаться К нашему Уравнению Значит, наше уравнение Последнее В самом коротком виде Записанное было L Альфа Бета Первая Е Бета Равно Вот чему-то С нелинейной Частью Давайте С квадратичной Частью Как мы Хотели Мол Нелинейно Слабая И Давайте Рассматривать Самое большое Из нелинейных Слагаемых Значит, сейчас Надо сказать Две вещи Первая Из них Следует Уже Непосредственно Из вида Выражения Для Нелинейной Поправки Вот этой Вот Где она Там вот Ж2 Равно Вот этому Интегралу Значит Под ним Стоит Дельта Функция Которая Там стоит Очень Не зря На Волновом Векторе И частоте Соответствующей Некоторому Значению Капа Вклад Вот эта Правая Часть Интегральная Будет давать Только в том Случае Если под Интегральное Выражение Не равно Нулю А не равно Нулю Оно только Когда Аргумент Дельта Функции Равен Нулю То есть В любом Другом Случае Дельта Функция Занулит Ответ И все И вот Это условие Нам дальше Будет Очень часто Встречаться И очень Важно Аргумент Дельта Функции Равен Нулю Капа Равно Капа Штрих Плюс Капа Два Штриха Эта вещь Называется Условием Трехолнового Взаимодействия Что такое Трехолновое Взаимодействие И почему Это является Его условием Вы узнаете Уже на следующей Лекции От Алексея Дмитриевича Но Пока что Мы уже Можем сказать Что если Это условие Выполняется То Нелинейная Поправка Влияет Если Оно Не выполняется То нелинейной Поправки Для конкретно Данного Капа Нет Не Условия Трехолнового Взаимодействия Значит Это условие Расписывается Подробнее К Равно К штрих Плюс К Два штриха И омега Равно Омега штрих Плюс Омега Два штриха Просто Капа Равно К Минус омега И поэтому Покомпонентно Расписывается Так Оказывается Что Для того Чтобы влиять На волну С волновым Вектором К Электрические Поля Должны Быть Их волновые Вектора Двух Разных Волн В сумме Давать Этот Вектор И с Чистотой Абсолютно То же Самое Значит Вот Дальше Будет Сейчас Некоторые Пояснения Вот этой Штуки Скажу В координатном Представлении Его обычно Здесь не Говорят Мол Давайте Запомним Что Трехволновое Представление Вот так Вот работает И все А давайте Посмотрим На это Просто По-человечески У нас Есть Некоторые Уравнения Конечно Оно Записано После Преобразования Фурье Для Образов Функций Но Давайте Посмотрим Что Это Такое Означает Если Бы Мы Работали В координатном Представлении То Слева Вот Здесь У нас Был Некоторый Дифференциальный Оператор Действующий На электрическое Поле Л Некоторый Оператор Действует На электрическое Поле Дифференциальный Оператор Если это Поле Является Волной Никак Не Меняет Его Волновой Вектор И Частоту Опять же Этот Оператор Он Так Как Написан В первом Порядке Для Однородной Среды Тут Все В Порядке Там Никаких Нет Дополнительных Фишек Которые Изменят Волновой Вектор И Частоту Этой Пропорционально Е в степени И И К Р Минус И Омега Т А что Стоит В правой Части В правой Части Стоит Квадратичная Поправка То есть Поле Умножить На поле Так Весьма Символически Пишем Значит Если Эти оба Поля Тоже Представить В виде Волн Ну то есть Это конечно Одно и Тоже Поле Просто если вы представляете В виде Волн То каждая из них Это сумма Несколько Волн И Произведение Будет Каждое На каждую Значит Если Одно поле Ведет себя Как Е в степени И К Штрих Р Минус И Омега Штрих Т А второе То же самое С двумя Штрихами То в Произведении Будет Стоять Е в степени И К Штрих Плюс К Два Штриха На Р Минус И Омега Штрих Плюс Омега Два Штриха На Т То есть В терминах Дифференциальных Уравнений Вот это Требование Условие Трехолнового Взаимодействия Абсолютно Очевидно Если у нас Справа стоит Квадратичная Часть И перемножаются Два поля С разными К И Омега То слева Чтобы уравнение Удовлетворялось Должна стоять Волна Тоже Если это Волна Стоит С волновыми Векторами Омега Чтобы вот эти части Сократились В уравнении Нужно чтобы К было равно К штрих Плюс К два штриха А омега Было равно Омега штрих Плюс омега Два штриха Поэтому Полезно иметь Представление о том Что такое условие Трехволнового Взаимодействия Не только В пространстве Волновых Векторов И частот Но и в Координатном Представлении Так Это Первая важная Вещь Которая следует Из тех формул Которые мы С вами сегодня Писали Вторая важная Вещь Это то Что же нам Все-таки Делать С вот этим Уравнением Здесь есть Два Кардинально Отличающихся Случа Первый Случай Это Если Все Идет Невырожденным Способом Второй Случай Будет Провырожденный Случай Поэтому Там И поясним Что это Такое Решать Такое уравнение Вообще Это очень Просто Если мы Знаем Как Ток Выражается Через Электрическое Поле Знаем Какие-то Начальные Условия Какое-то Электрическое Поле Было Все Просто Замечательно Е Бета Равно Л Бета Альфа Минус Первая От Нелинейной Части Минус Четыре Пи Ж Второе Ж Квадратичное Делить На Омега Забыл Омега И делить На С Квадрат Абсолютно Никаких проблем Решилось Но этот Случай Несмотря На то Что он Решается Он Неинтересный Потому Что Вот Эта Поправка Если Мы договорились Что Рассматриваем Слабую Нелинейность А для Электромагнитных Волн Она почти Всегда Слабая Потому Что Амплитуда Электрического Поля Волны Чаще всего Намного Порядков Меньше Чем Амплитуда Межатомных Полей И поэтому Существенно Повлиять На среду Мы Нашей Волной Не Можем Хорошо Если Дисперсионное Соотношение Значительно Меняется А уж Нелинейные Поправки Искать Тяжело Это Означает Что Вот Эта Поправка Мала Это Значит Что И наша Поправка Которую Мы Из Этого Уравнения Получим Тоже Мала Действительно Интересным Является Тот Случай Когда Наши Поправки Вызванные Нелинейными Поправками К теории Должны быть Значительные А лучше Даже Присходить Линейные Потому что Ну Линейные 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 части Работать скучно Вы сделали Двигатель Чтобы сделать Его в два раза Мощнее Вам нужно Его делать Там В два раза Объемнее А если Вы нашли Какой-то Нелинейный Эффект Это означает Что вы можете Сделать его В два раза Объемнее А эффект Будет там В десять раз Поэтому Все нелинейные Эффекты Как раз Интересны Значит Второй Случай Это тот Случай Когда Нелинейность Действительно Важна В каком Случай Вот так Нельзя А когда Нет Обратного Нет А в каком Как математически Выразить Требование Чтобы у Матрицы Не было Обратной Определитель Равен Нулю В этом случае Так нельзя Что было бы Если бы Определитель Был мал Беря Обратную Матрицу Вы бы делили Там на Определитель По методу Чьим методом Там берется Обратная Матрица Ну Чьим-то методом Берется Там надо Делить на Определитель Поэтому Если Определитель Близок Нулю То Это Часто Сразу Начинает Обращаться В бесконечность И вот Это Как раз Интересно Почему Эту Штуку Делать Нельзя Значит Тут Объяснение Не столько Математическое Сколько Физическое Вот Это Чем И является Давайте Даже Конкретнее Первое Эта Штука Как мы Вспомнили На первой Половине Лекции И является Дисперсионным Уравнением Если Вот это Равно Нулю Это значит Что для Образующейся Волны В результате Нелинейных Поправок Выполняется Дисперсионное Соотношение Дисперсионное Уравнение И это Как раз Сделало Понятным Что происходит Вот здесь Вот В результате Нелинейного Взаимодействия Постоянно Получается Какая-то Волна То есть Вот Ток Добавочный Есть Постоянно Появляется Какая-то Волна Но Она Не Собственная Для Этой Среды И Она В этой Среде Затухает А в этом Случае Оказывается Что В результате Взаимодействия Нелинейного В Среде Получается Волна Которая Уже Характерна Для Этой Среды И Которая Может В ней Распространяться Это Означает Что Слабый Волну Которая Там Существует И Не Затухает До Больших Величин Вот Эта Штука И Будет Называться Трехволновым Взаимодействием И На Следующей Лекции Алексей Дмитриевич Вам Будет Рассказывать В Приближении Волновых Пакетов Как Эту Штуку Считать Там Достаточно Сложный Математический Аппарат Поэтому Сегодня Мы Это Не Начнем Но В Следующий Раз Обязательно Узнаете Значит Вот В этом Случае Поправка Может Быть Большой И Давайте Теперь Просто Отдельно Запишем Как Выглядят Все Условия На То Чтобы Вот Такая Ситуация Реализовывалась Чтобы Две Волны Взаимодействовали И Порождали Третью Значит Первое Это Условие Трехволнового Взаимодействия От Него Никуда Не Денешься Без Ничего Нелинейного Не Будет К Равно К Штрих Плюс К Два Штриха Омега Равно Омега Штрих Плюс Омега Два Штриха Новая Волна Которая Порождается В этой Среде Должна Существовать То есть Выполняется Дисперсионное Соотношение Значит Омега Равно Выражение Для Омега От Конкретного Значения К От Какого-то Нет Абстракт Не Вообще Все Время Выполняется Для Этих К И Омега И Две Волны Которые Уже Существовали В среде Которые Накачивали Тоже Должны Были В ней Быть Поэтому Для Них Тоже Выполняется Дисперсионное Соотношение Значит Омега Штрих Равно Омега Штрих К Штрих И Омега Два Штриха Равно Омега Два Штриха От К Два Штриха Значит Вот Если Это Реализуется Одновременно То Говорят Что Спектр Распадный Сейчас Я буду Уточнять Что это Значит И почему Употребляются Именно Эти слова В первую очередь Здесь важно Понимать Что Вот эти Дисперсионные Соотношения Не обязаны Быть одним И тем же Дисперсионным Соотношением Если В среде Могут Существовать Одновременно Разные Типы Волны Допустим Не только Электромагнитные У которых Конкретно Дисперсионное Соотношение Допустим Звуковые волны Одновременно С электромагнитными И еще Третья волна Какая-нибудь Вообще Жуткая Другая Допустим Звуковая Но не продольная А поперечная То Никаких проблем Чтобы Вот эти Три функции Выражающие Зависимость Частоты От волнового Вектора Были разными Именно поэтому Они здесь Написаны Функции Омега Омега Штрих Омега Два Штриха Значит Никакого требования Чтобы Волны были Одинаковые Нет Потому что Любое уравнение Если вы будете писать Если в правой части Будет что-то Зависящее От координаты Времени Как Е в степени ИК ИР Минус Омега Т То оно и будет Вносить вклад Значит Спектр называют Распадным А наоборот Не каким-то Соединительным Просто потому что Процессы Эти абсолютно Симметричны И сложение Двух волн В третью Происходит Абсолютно По тем же Законам Что и распад Третьей волны На эти две Вот просто Глядя на эти вещи Сразу понятно Насколько Все симметрично Нужно всего лишь Заменить Там К-штрих На минус К-штрих Для того А это Вектор Поэтому никакой Проблемы Это не представляет И собственно Будем получать То же самое Поэтому Просто из-за того Что этот процесс Дет в обе стороны А называть Каким-то словом Надо Говорят Спектр распадный Вот Не все Спектры распадные И бывает Такое Что просто По некоторым Законам физики Вот Диспрессионные Соотношения Таковы Что волны Не распадаются Ни при каких Обстоятельствах Вот в данной Среде Такое тоже Бывает Да Это Разные формулировки Одного и того же То есть Из этого Следует Вот это Из вот этого Следует Вот это Тут Тут нет Односторонней Логики Значит Сейчас я посмотрю Не забыл ли я что-нибудь вам сказать Ну собственно Последнее утверждение Что Вот когда Этот второй случай Реализуется Собственно Только которым Мы и будем Заниматься Дальше Ничто не мешает Амплитуде И Зависеть от Координат И времени То есть Вот собственно С этого и начнется Следующая лекция Будем Точнее Алексей Дмитриевич Будет рассказывать Как Взаимодействуют Волновые пакеты То есть Нам не интересно Как будет взаимодействовать Всюду Существующая волна Потому что Таких лабораторий Не бывает Мы светим всегда Лазером Откуда-то И куда-то Значит Эта штука Существует В конкретное время И конкретные координаты Поэтому Следующая лекция Будет посвящена Тому По крайней мере Ее начало Как во времени И пространстве Эволюционируют Вот такие Волновые пакеты